Здравствуйте, я певица Канкей. Так как все хорошо говорят, я не умею хорошо говорить. Я иногда по-русски, по-каргызски, иногда так с ошибками иногда разговариваю. Но вы не обращайте внимания. Я постараюсь вам донести то, что думаю. Здесь нарисован логотип. Так как мои продюсеры придумали этот логотип, я хочу вам рассказать о нем. Что вы видите? Вы видите, что это был Буркут. Я был один человек, который был Жошуа, и Буркут был, и я уйду в Учку-Су-Герет. Бюрок, Жошуа, и я был в Буркут, и он был в Учку-Су-Герет. Это был человек. Он был в Буркут. Он был в Учку. Он был в Учку. Он был в Учку. Он был в Учку! Он был в Учку. Это я, конечно. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Ханакей на сегодняшний день просто живущая девочка, которая в то же время живет, борется с реализмом, смотрит демократию нашу, но в то же время это не демократия ДНДЧ. Но когда Ханакей жила в 2007 году, она каждый день живет и сейчас, и завтра будет жить. И вчера она жила. Я хочу сказать, что с 2007 период и до 2008 осени я думала об одной песне, об этой песне. Эта песня так бы не назвалась, потому что в этой песне заложен смысл такой. Скажу, что на самом деле в этой песне говорилось чувство девушки, которой она принимала этот мир по-другому. Она обращалась к другим источникам, потому что в этом стандартном мире она не находила себе места. Как бы себя здесь не находила. Потому что этот мир стал настолько стандартным. Все вот эти вещи, экономика, все вот эти стандартные, например, то же самое теле. Закон, правила жизни, то же самое этикет придумали. Конечно, я жила, я смотрела, думала. Но при этом у меня был свой мир. И на сегодняшний день этот мир существует. Теперь это слово я хочу, чтобы вы поняли. Пусть выйдет, как я ее придумала. Следующее. На самом деле в песне я обращалась ко сну. Там же говорится, я обожгла свои ноги, чтобы пройти по этой земле, молча обнимая свое тело во сне. И говорится там, но сон ты, но сон ты, не пролей меня, в кавычках, на эту землю. Потому что эта земля меня, как я сама себя понимаю, они меня не поймут. Я обратилась ко сну. И знаете, не то, что я вот так думаю. Мне кажется, на сегодняшний день у каждого человека есть свой сон. Я не скажу, что только я вижу сны, но в то же время вы. Но может быть вы не видите сны, которые вы действительно физические, когда устаете вечером, ложитесь спать. А этот сон может оказаться другим. Это может кто-то любит джаз, кто-то любит, не знаю, другое самосовершенство, кто-то любит совсем другое. И я хочу сказать здесь, что не только у меня, а у каждого из вас есть сон, есть мысль. Раз уж я рассказала, что с 2007-го, вот я думала, думала, да, и до 2008-го осенью думала, и написала на сон ты. Это звучало по музыкальному термину, действительно она шикарно звучала на сон ты. Идея пришла у продюсера. Я всегда создавала песни, не давала вот ему. Ну как вы думаете? Вот маленькая девочка приходит и поедет. Вот я вот так создала, ну как вы думаете? Он такой слышит, слышит, и думал, знаешь, это же здорово, но сон ты, пускай давай вот так назовем. Видите, как бы название но сон ты, ну никто не мог бы подумать, что это обращение ко сну. Это получается, вот я сегодня раскрыла вам. Но на сегодняшний день я прожила 2008, 2009, 2011, ну живу. И что я сегодня думаю? Я сегодня сама себе создала, что но сон ты это секрет. Это секрет во мне живет, но при этом я знаю, у каждого из вас есть свой секрет. И этот секрет вы никогда никому не скажете. Это не важно то, что вы с родителями делитесь, или с подругами, или с подругами, друзьями, или может вы выпиваете потом как бы, говорит, нет, нет. Я думаю, что все равно, вне жизни, все равно есть секрет. И этот секрет останется в нас самих. Это маленькая тайна, которую каждый может, это секрет даже, что мы мечтаем о чем-то. А может мы не мечтаем, а может мы думаем о пошлом, о другом, да? Может быть. Ну это же реально, это же жизнь. Правильно? Как вы думаете? Сейчас. Просекрет рассказала, я хочу воду в эпит. Можно? Ашкорькос милый? Я не хочу говорить, а иногда шутки шашал. Ана, мандай ойго келдим. Бүгін, мисал, чуен, ушыл жерді отырган адамдардың бардығы, жану-бир мерсене издегені келдиде. Ана просто стала тем словом, которое люди начали размышлять. До этого давайте вспомним. Конечно, можно, вот, конечно, я знаю, что в художественном или в фильме можно подумать, можно размышлять, и ты сам себе вывод делаешь. Но до этого, я никогда не встречала, кроме классической музыки, которую мы думаем, до этого песни всегда принимались так. А, песня, а, поется, да, да, так, Бейонсе спела, так, да, да, там, не знаю, кто-то поёт, да, но Сонте, она дала как бы новое размышление. Я думаю, что это новое что-то, вот поэтому она вам дала как бы пищу для размышлений. И если людям даётся такое, и если люди думают, и если люди, они как бы стараются знать, что это, даже просто, даже элементарно спросить, а что это такое? Мне кажется, это уже, это уже хорошо, что люди живут. Это значит, уже жизнь есть. Значит, мы не просто живём. Ну, очень хорошо так, не знаю, как дипломат, разговаривать я не умею. И поэтому, наверняка, Канки поёт, ну, пускай она споёт, лучше, это будет лучше, наверное. И приглашу, приглашу я на эту сцену заслуженную мою подругу, Алтыш, чтобы она сыграла мне. Мне кажется, сегодня все пришли, ну, все же посмотрели, все выступают так классно, ярко, так прям новые слова, джургализм, ну, классно, да? Но и в конце, конечно же, десерт нужен, как бы, всё равно в конце. Для полного счастья, для полного счастья нужен носонте. Просто, Махачахты, вот отныне я тоже просто хочу всех призвать и сказать, что жизнь, она классная вещь, она настолько хрупкая, но в то же время она классная. Просто прожить, каждый раз улыбаться, радоваться. Даже пусть у тебя есть проблемы, даже пусть у тебя их нет, да? Даже пусть ты богатый или бедный, но всё равно жизнь, это же классно. Я просто вот это хочу сказать. Я постараюсь хорошо спеть. Дайте ревер, пожалуйста. Нет, меня. Нет. Я буду жить до рассвета, буду плакать с конца, незаметно тая, прошепчу лишь слова. У солнца этого мира остывающий взгляд. Заторможена жизнь, что я усну опять. Но может это не просто, чтоб любиться в осень, умолять себя, чтоб прожить лишь до сна. И я за каждую осень остаюсь в ответь, Чтобы дольше прожить, не хватает мне слов. Я обожгла свои ноги, чтоб пройти по земле, Молча обнимая своё тело во сне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok